Романда Великобритании и на предыдущем чемпионате Европы был шестым, выступая на эскападе, но затем этого замечательного тогда 12-летнего альденбургского коня продали в Голландию. И вот сейчас под седлом Карла Хестера, Либли, второй от Лоренцина, Агалштинской породы, уже девороченная в Британии. И все-таки в выездке, конечно, женщин больше, мужчин меньше, к сожалению. Хотя очень приятно смотреть, как мужчины выступают, но все-таки происходит, по общему мнению, это из-за того, что у женщин больше терпения. Потому что выездка – это такой вид спорта, который требует совершенно колоссального терпения, потрясающего просто. Потому что лошадь, несмотря на то, что ей 2 года, 3 года, 10 лет, 16 лет, прекрасная рысь прибавленная, кстати, она остается ребенком. И с ним приходится обращаться как с ребенком, с вечным ребенком, который полностью от тебя зависит, и у которого есть и свои капризы, и свой характер, который нужно великолепно знать, и с которым нужно заработать, с которым нужно иметь очень много терпения. Немного таких мужчин находится. Ну вот один из них. Ну что, он сохранил на денцию, ритм. На хитлее Тома Джонса использует этот садик для музыкального управления выступления. Позиция в переездке большого приза у этой английской пары лишь 10-е место, в году 72-250 тысяч на процент. Надо сказать, что очень представительный жюри, мы уже говорили о президенте жюри господине Стивене Кларке в Некобритании. И очень приятно, что в рефере он и великолепный я, который не так раз, но у нас читал семинары еще в СССР по выездке представитель Швеции господин Эрик Алета. Ну, а Мария Твитагес, человек, который возглавлял квалифитет по выездке Международной Федерации Гонного Спорта довольно долгое время, является здесь техническим делегатом Алфома Чемпионатии по полу в въездке. Я хочу обратить внимание ваше на то, что всадник, хотя и мужчина, но у него очень мягкие руки, он очень нежно ведет свою лошадь, очень чуткие руки, вот просто вот сейчас, вот как он ехал, это просто все видно невооруженным глазом. что называется. Это имеет колоссальное значение в выездке, потому что, представляете, все-таки железо, хотя и не строго, потому что все это, в общем-то, оговорено правилами, строгое железо применять нельзя, но тем не менее, во рту-то у лошади железо. Хороший контакт, там нет такой взбодораженности, как у некоторых пони, которых вы видели. А руки, руки, руки. Да, очень как-то вот доверяет коню. Очень конь доверяет рукам, очень он мягко, видите, как он мягко его ведет. Ну, тут плохих-то, в общем-то, и не бывает, и не может быть. По некоторым условиям, знаете, после выступления Татилоса мы все-таки увидим, но все лошади, которые соревнуются с этим голландским теплокровным конем, видят просто как дети. Посмотрим, так ли это. Чуть позже. Посмотрим. Тут, к сожалению, на первой эти лошади немножко потерял равновесие, и зад у нее ушел. Момент комок очень тоже плавная, приятная, мягкая, четкая, естественно. Видно, что лошадь, в общем-то, доверяет Стадинку полностью. Хороший мужчина. Как Садинка. Ну, вот видите, здесь все-таки не такая насыщенная программа, как у Моники, потому что есть проезды. Вот он проехал целую короткую стенку, предположим. У него более, ну, такой был простой заход на пируэт. Ну, потому что, видимо, лошадь не очень хорошо исполняет этот элемент, и он как бы ей упростил подачу. Зато Менка Монка хорошая. Сейчас так стало. Тут бы лазила. Не услышал. Лошадь может ошибаться на Менке ног. Она такие вещи плавит, когда задняя нога может отстать. Массаж хороший. Такая замысловатая у него программа, я бы сказала, несмотря ни на что. Порой для составления таких программ затрачиваются невиданные усилия, финансовые в том числе. Декрет, что хороший пюр игрового уровня, пюр музыкального материала, его обработка, приложение, да, на схему, стоит не одну тысячу евро. Ну, так же, как в фигурном катании, так же, как в художественной гимнастике, ведь это же фактически художественная гимнастика на лошади. Вот. Естественно, что это вообще самое трудное дело составить программу. А когда составляешь эту программу, я их составила очень много в своей жизни. Самое сложное это все-таки сначала выбрать музыку. Красным вокалом таким динамичным закончился выступление Карла Хестера, соотечественника дома Джонса. Посмотрим. Как же будет результат? Напомним, что англичане